Хочется быть уверенным, что человек, которому будет вручена большая власть, не психопат. Ложку мимо рта не проносит. Уже хорошо. Екатерина Шурман в президенты. Какие тут женщины? Какие могут быть женщины, когда это все покрыто жутким мраком? Лучше всего справляются с ковидом те страны, которые возглавляют женщины. Тихановская не лидер, но символ. По поводу Юлии мы еще не знаем. Если ранили друга, сумеют подруга врагам отопстить за него. Публичный политический потенциал, конечно, там есть. Жизнь кипит, все предели, значит, тем хорошо политический рынок расцветает. Правильно-то вот, как сейчас я вам объясню. Привет, меня зовут Юлия Варшавская, я главный редактор Forbes Woman. И сегодня у нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Давно мечтала вас к нам пригласить. Спасибо, что позвали. Первый вопрос у меня будет про, наверное, тренд все-таки 2020 года, ну, в крайнем случае, 2019. 2019-го очевидно, что во всем мире женщины вдруг вышли на политическую арену. Были события в Беларуси, где были женские марши. В Америке вдруг половина вообще команды Байдена сейчас женщины. Так или иначе, женское лицо появляется в политике мировой. Почему это происходит? Вы знаете, вот это вдруг, оно очень характерно для такого журналистского невского взгляда. На реальность, который выцепляет только ограниченные временные отрезки. Женщины в политике, в общем, довольно давно уже присутствуют. Последствия Второй мировой войны наконец-то нагнали нас. Тогда именно женщины стали больше присутствовать на рынке труда, заменяя своих худшедших мужей, отцов и братьев. И вот в результате этого, по окончании войны, они начинают входить и в политическую жизнь тоже. Женщины все больше и больше присутствуют вообще везде. Они становятся все более видимы. Они до этого были, они до этого работали. В нашей стране они все принудительно работают с 17-го года. А для нас это женское присутствие совершенно не является чем-то новым. И оно удивительным образом сочетается с мизогинной риторикой, в том числе на официальном уровне, с какой-то шевнистической ерундой, которую люди по-прежнему считают возможным нести публично. Но эти же самые люди, которые будут рассуждать, глядя вам в глаза, о том, как плохо иметь бабу начальника, и как он бы никогда не согласился с такой начальницей работать, этот же самый человек подчиняется женщине от рождения до гроба. От детского сада до пенсионного фонда. А в промежутке отдает ей свою зарплату. И сначала мама ему говорит, как жить, а потом жена ему говорит, как жить. При этом он гордый, значит, мачо, который не может абсолютно подчиняться женской власти. То есть у людей эти два плана совершенно не соприкасаются между собой. Но возвращаясь, собственно, к вашему вопросу о женском политическом участии. Что мы наблюдаем все-таки нового? Это тоже не дело 20-го года, не произошло ни в 2020-м, но это постепенно происходило и сейчас уже, так сказать, явно всем. Происходит следующее. Политическое действие, вообще практическая политика, подвергается влиянию вот этого общего, так сказать, общей тенденции повышения ценности человеческой жизни, культа безопасности и иного отношения к насилию. Причем тут женщины. Женское участие в политике пока воспринимается как демонстративно-ненасильственное. Если, например, на митинг выходит много женщин, то понятно, что они идут не на погром. Труднее, так сказать, внушить эту мысль, когда у вас выходит толпа молодых мужчин, но если женщины идут, ну понятно, что они идут не громить магазины. Если к ним применяется насилие, это трудно продать зрителю, это трудно продать избирателю, это трудно оправдать потом в его глазах. Соответственно, и женщина-руководитель воспринимается часто ошибочно как та, которая с меньшей вероятностью будет прибегать вот к этим самым силовым методам и инструментам, которые все менее и менее приятны избирателю, вообще гражданам. Вот эта заботящаяся функция, которая государству все более и более приписывается, на женщине лежит как-то органичнее, как-то от нее воспринимается с большим доверием. Вы, может быть, слышали эту популярную такую полушутку, полу-не шутку, которая ходит в интернете, о том, что лучше всего справляются с ковидом те страны, которые возглавляют женщины. Действительно, как-то вот так выходит, что женщины-руководители, видимо, больше и раньше обращают внимание на эту проблему, более склонны воспринимать ее как проблему. На самом деле, я думаю, тут дело не в женщинах. Дело в том, что если у вас в стране вообще женщины могут занимать высокие начальственные посты, это значит, что у вас довольно высокий уровень разнообразия, толерантности и политической конкурентности. Можем ли мы, например, сравнивать женщин в команде Байдена, где даже есть одна трансгендерная женщина, как мы узнали теперь, я не знаю, правительство Финляндии, где доминирующее большинство женщин, и прецеденты такие, как Тихановская, я не знаю, как сейчас активная популярность Юлии Навальной в нашей среде. То есть это же разная представленность женщин в политике. Одно дело – это женщины, которые принимают какие-то решения и находятся, собственно, на каком-то легальном правительственном уровне, а другое дело – когда женщины вдруг становятся лицами, лидерами, символами какой-то оппозиции, явной борьбы. С одной стороны, все это политическое присутствие. Точно так же, как мы можем сказать, можем ли мы сравнивать труд медсестры, труд председателя Центробанка и труд, не знаю, доктора наук, профессора. Да, можем. Все это женщины, которые работают и зарплату получают. Какое-то время назад у них не было такой законодательной возможности, потому что все это было запрещено. Или, если они работали, то их заработок принадлежал мужу и отцу, как было в Великобритании вплоть до самого конца XIX века. При этом, конечно, все это политическое участие, то, что вы перечислили, это разные типы политического участия. Женщины все больше баллотируются там, где это возможно, и, соответственно, побеждают на выборах, потому что они представляют привлекательное для избирателя предложение. Они пришли, предложили, избирателю понравилось, он за них проголосовал. Это финский вариант. В Финляндии – парламентская демократия. А женщины в новой американской администрации – это скорее… Ну, не хочется говорить, что это такой символический жест. Символический, конечно. Хорошо, они назначенцы. Да. То есть там есть одно избранное лицо – это президент, ну, второй вице-президент. Президент выбирает себе running mate вице-президента. Исходя из своих электоральных соображений дальше, он производит назначение в своей администрации. То есть это не то, чтобы запрос избирателя напрямую, но это косвенный запрос избирателя. Если женщины и когда женщины становятся лицами протеста в тех странах, где вообще необходимо иметь лицо протеста, что само по себе, между нами говоря, при всем уважении к протестующим не очень хорошо. Вообще-то, давайте напомним, у нас уже как-то ситуация уплывает так далеко, что мы перестаем берега видеть и вообще помнить, что они существуют. Всякого рода политические несогласия разрешают себя на выборах, в выборном контексте. Люди, которые что-то хотят поменять, они идут и баллотируются. Партию основывают и выходят к избирателю и говорят, знаете, вот это у нас плохо, хватит это терпеть, давайте это поменяем, мы сделаем так, сейчас делается так, а я сделаю эдак. Дальше избиратель решает, нравится ему предложение или нет, если нравится, то в какой степени. Далее эти люди попадают в парламент, в парламент начинается парламентская дискуссия, возникают коалиции, меняется законодательство. Жизнь кипит, все предели, значит, тем хорошо политический рынок расцветает. Даже и в таких странах люди все-таки выходят на митинги. Это значимый политический инструмент, обозначение своего публичного присутствия, вот насколько много мы за вот это, против вот этого. Но митинги абсолютно не являются основным или единственным, единственным или тем более основным инструментом влияния на политику. Более того, митинг нужен для чего? Опять же, российским гражданам полезно про это напомнить. Для того, чтобы поддержать позицию кого-то, кто в это время выступает за ту же самую реформу или против того же социального зла, против которого выступаете и вы. Митинги не бесполезны. Моя мысль стоит в том, что нельзя на них возлагать ответственность, либо ожидание вот такой вот немедленной политической смены. Этого напрямую почти нигде, почти никогда не происходит. Так вот, по поводу лиц протеста в этих случаях, в случаях с устойчивыми, недемократическими режимами, которые не хотят меняться изнутри, в которых институты не служат связи с обществом. У них свои функции очень интересные, но вот этим вот каналом обратной связи они либо не работают, либо работают. Довольно плохо. Так вот, там женщины становятся лицами протеста, что называется, не от хорошей жизни, а потому что у них мужей сажают. Ничего хорошего в этом нет. Опять же, это похоже на то, как если бы, ну, опять же, там, убили командира и, значит, там, знаменосец становится командиром. Кто-то, кто еще остался на свободе, принимает, так сказать, командование из рук того, кого уже нету. Женщина в этом смысле выгодный кандидат, потому что, опять же, даже самые дикие режимы авторитарные, они все равно вынуждены под теми же правилами руководствоваться, что и все человечество. Они тоже вынуждены минимизировать насилие, либо ответственность за него перелагать на кого-то другого, говорить, мы не первые начали, либо мы это сделали для того, чтобы предотвратить еще большее зло, еще большее насилие, если бы не мы, у вас была бы, значит, резня и гражданская война. Их ставят в такую ситуацию, когда бить женщину, они знают, что это невыгодно. Это политически невыгодно, поэтому они скорее будут этого избегать. Вот какие разные, так сказать, какими разными путями и по каким разным причинам женщины становятся публичными политиками. Предпочтительный способ – это парламентская демократия. Это лучше всего. Дешево, мирно, все довольны, все, главное, страшно заняты. Это я не устаю рекламировать этот метод. А более умные, скажем так, гибридные режимы, они к нему прибегают. Вообще вот этот образ такой женщины-байца, ведь ни Тихановская, ни Юлия Навальная, они с этим образом на самом деле изначально не вяжутся, потому что она жена, которая положила свою жизнь ради цели своего мужа, она такой соратник, а не работающая бизнесвумен, которая борется за свои какие-то права. Но при этом она становится символом вот этой невероятной силы женской в России. Почему так происходит? Вы знаете, феминистическая идеология хороша своей широтой. Любая женщина, ее часть, даже если она этого не хочет. В этом преимущество вот таких вот очень широких идеологических рамок. Феминизм сравнивают с марксизмом, ленизмом, всякие критики. Но некоторое сходство-то тут есть. То есть, смотрите, что характерно для таких идеологий. Они сначала образуют, декларируют существование некоего большинства, к которому там угнетенные классы, пролетарии или женщины. И члены этого большинства принадлежат к нему, даже если они этого не знают. А если они этого не знают, либо даже возражают, то это просто у них еще просветление. Не наступило, потом они осознают, насколько действительно их интересы противоположны интересам эксплуататорских классов. Или насколько их интересы, значит, совпадают с интересами тех женщин, которые борются за права женщин. Опять же, давайте не будем, во-первых, забегать вперед. Мы все-таки рассчитываем, что Алексей Навальный будет своей функцией оппозиционного лидера исполнять самостоятельно. А поэтому по поводу Юли мы еще не знаем, как тут все повернется. Светлана Тихановская, как она сама говорила, не лидер, но символ этого протеста, символ поневоле. Я не стала лидером. Я могу сказать, что я стала символом, но никак не лидером. Я внимательно следила за последними многочисленными интервью, дискуссиями на эту тему за последнюю неделю даже. И, конечно, вот этот образ Юлии Навальной, он очень взлетел, и ее посты в Инстаграме очень трогающие действительно в самую душу. Я многократно слышала в таких довольно серьезных политологических дискуссиях на том же телеканале «Дождь» о том, что можем ли мы считать, что если что-то случится, не дай бог, что мы можем считать, что следующий наш ИО Алексея – это Юлия. Как вы к этому относитесь? Хорошо, что люди обсуждают эти темы. Я не уверена, что я готова к ним присоединяться. Я помню, какое впечатление на меня произвело видео их общего интервью Дудю, которое вышло сразу после того, как Алексей пришел в себя. Бывал ли хоть раз в вашей семье разговор относительно того, не стоит ли прекратить заниматься, чем ты сейчас занимаешься? Нет. Я абсолютно поддерживаю то, чем занимается Алексей. И искренне абсолютно это говорю, не то, что это красивая фраза. И бросать это на полпути в какой-то момент – это нездорово, мне кажется. Я должна сказать, что видно, как они похожи друг на друга, как бывает в хороших парах. О семьях муж и жена, одна сатана. То есть это не то, что есть такой суровый борец Алексей, а есть у него такая вот нежная Юля, которая где-то ждет его в тылу. Нет, она совсем нет. Нет, ничего подобного. Кто там еще более суровый боец, это надо посмотреть. Поэтому публичный политический потенциал, конечно, там есть. Еще бы. Он, в общем, очевиден. Хотелось бы, чтобы для его, так сказать, упражнения не было бы непосредственного повода. Давайте вот кто выбрал сознательно заниматься публичной политикой, тот бы и занимается ею. А не то, что люди вынуждены этим заниматься, потому что их близких людей репрессируют. Это все в высшей степени нездорово. А мы этими гаданиями, может быть, пытаемся закрыть от себя ненормальность этой ситуации. Мне кажется, важным сейчас и в ближайшее время напоминать в том числе самим себе, что есть норма, а что есть ненорма. Если что-то происходит, из этого не следует, что так и надо. Вот так, так не надо. Этого не должно на самом деле случаться. На это отвечают нам довольно часто, что, скажем, для Соединенных Штатов характерны такие политические кланы, политические династии, в которых мужья-жены друг друга вполне взаимозаменяют. На это мы скажем следующее. Да, есть такая американская традиция. Возможно, это какая-то американская замена аристократическим родам в Европе. У них никогда не было дворянства. Но вот у них есть эти семьи. Великие семьи, которые свои позиции действительно передают с большим или меньшим успехом по наследству. Но смотрите, насколько мы видели там каких-то успешных примеров такого рода конвертации, Хиллари Клинтон не избралась с президентом. И, в общем, теперь, я так понимаю, коллективная американская политическая машина считает ошибкой ее выдвижения. Она при этом занимала высокие должности в администрации, но это были невыбранные должности. Будет ли Мишель Обама баллотироваться, мы не знаем. Чем и, в общем, не спекуляции ли это, спекуляции в том смысле, в каком-то слове, сейчас употребляется не, так сказать, праздное ли это рассуждение. То есть, действительно, скорее вот это выдвижение жен – это вынужденность, чем какой-то новый тренд, в котором будут следовать все остальные страны. Ну, то есть популярность как, условно, первой леди в любом контексте – это совсем не то же самое, что популярность и возможность как политического лидера. Это, мне кажется, совершенно разные вещи. Первая леди – это специфический американский институт. В Европе, например, такого не особенно есть. В Америке это очень значимая политическая фигура. Мы вообще имеем склонность считать Америку, объединять ее с неким коллективным Западом, забывая, насколько Соединенные Штаты уникальная, так сказать, цивилизация. И совершенно особая политическая модель, очень отличающаяся от европейской, если вообще есть какая-то среднеевропейская модель Запада, он крайне-крайне разнообразен. Ну, во Франции, например, первая леди – это все-таки всегда некоторое отражение либо какого-то национального представления о француженке, как была Карла Бруни у Саркози, или же какого-то прогрессивного тренда, как, например, жена Макрона. У нас, я вот читала колонку Анны Наринской, она написала текст для глюпринта, как раз о том, что у нас нет института первой леди и нет, соответственно, ну, некоторой представленности женского образа на вершине власти, потому что была Раиса Горбачева, которая вызывала при этом, ну, в общем, очень много… Считалось, что она была непопулярна. Она была непопулярна, ну, считалось, что она была непопулярна. У нас нет, к сожалению, каких-то социологических инструментов, которыми мы могли тогда бы это измерить. Было такое представление, уже теперь трудно понять, насколько оно соответствовало действительности, но как-то считалось, да, что это дико неприлично и, значит, советским людям не нравится. Понимаете, в чём дело? У нас противоестественное довольно сочетание, с одной стороны, концентрации власти в руках первого лица, с другой стороны, по унаследованной традиции от советских партийных чиновников, это первое лицо и не совсем как бы избранное и не обладает легитимностью монархического типа. У нас это самое первое лицо, он одновременно секретарь ЦК КПСС, то есть как бы такой незаметный чиновник, который говорит, что я, я ничего, я тут просто инструкцию соблюдаю. И при этом у него сконцентрировано много власти. Отсюда возникают эти совершенно извращённые институции какого-то тайного царствования, которые, глядя на которые, ты сразу проваливаешься с уровня, так сказать, монархии, которую, ещё раз повторю, очень развитый цивилизационный уровень в какую-то совершеннейшую уже хтонь, в которой вот есть, знаете, как в первобытных обществах, тайный царь, который живёт в подземелье, его никому нельзя видеть, потому что там, иначе на него зараза какая-то налетит, и он оттуда царствует, и никто точно не знает, где он. Всё это ужас, мрачная хтонь. Да, и женщины в этой всей истории. Вот какие тут женщины? Какие могут быть женщины, когда это всё покрыто вот этим вот первобытно-общинным каким-то жутким мраком, когда одновременно распространяются смутные слухи, что там есть какой-то целый гарем и большое количество, значит, наплодившихся детей, потом объясняется, что ничего подобного, всё гораздо скромнее, но тем не менее. Если бы, опять же, мы с вами дожили до публично представленной первой леди, ведь это же почему? Почему это всё публично в современных странах? Потому что эти люди проходят через выборы, и им надо избирателю доказать, показать самым наглядным образом, что они нормальные. Я нормальный, я такой, как вы, у меня здоровая семья. Вот у меня нормальная жена, которую средний избиратель может, в принципе, представить и своей женой. Вот у меня детишки. Я такой же, как вы, вы любите своих детей, я тоже вот люблю своих детей, вот я их, значит, показываю, по головке глажу. Это на самом деле очень разумно, это не какой-то там, как у нас любят говорить, популизм. Хочется быть уверенным, что человек, которому будет вручена большая власть, не психопат. А если он способен к базовым социальным интеракциям, то он, наверное, не психопат. Вот он жениться сумел, жена с ним живёт, не убежала от него. Вот детей родил, дети как-то похожи на него, с ними тоже каким-то образом справляется, выполняет свои родительские функции. Ложку меморта не проносит. Уже хорошо. Поэтому это, опять же, правильно, когда такие вещи происходят. Они у нас будут происходить. Мы чуть-чуть начали к этому смутно подползать, когда там у нас был, там, в 2000-х, опять же, и тогдашний президент всё-таки показывался на публике в каком-то более традиционном виде. И Медведев был со своей Светланой, у него вроде как там сын был, его тоже показывали. Это всё было медленное подползание вот к этим человеческим нормам, где публичные политики обязаны быть публичными, потому что они должны завоёвывать или стремиться к завоеванию симпатии избирателя. Потом мы провалились вот в этот самый лес, в котором, к сожалению, пока ещё пребываем. Екатерина, у вас постоянно спрашивают ваше мнение об актуальных каких-то вопросах, и вы просто главный политолог страны. Ну, расскажите, в какой момент вообще в вашей жизни у вас появилась такая публичность? Ну, вы знаете, я защитила диссертацию в 2013 году, кандидатскую свою. После этого мне предложили в «Ведомостях» писать колонку раз в две недели. Максим Трудолюбов меня позвал. Опять же, не всех, кто защищает диссертацию, зовут в «Ведомости». В том-то и вопрос. Я до этого, так сказать, социально функционировала в «Живом журнале». Это была моя первая такая социальная платформа, которой я чрезвычайно благодарна. Я там замуж вышла. Можно сказать, на самом деле, да, так именно оно и было. Я там писала, и какой-то круг, так сказать, френдов у меня образовался. И я не писала там, кстати, о политическом. Иногда писала, но не преимущественно. Опять же, тогда у меня еще степени не было, поэтому я не считала себя в праве публично высказываться на эти темы. Я в основном писала там еще более любительски о всякой филологической красоте. Там у меня образовались вот эти некие знакомства. Не то, что я их завела, но они образовались. Поэтому, может быть, собственно, вот это вот замечательное предложение ко мне и поступило. Я стала писать раз в две недели. Я писала колоночку в рубрике «Верховенство права» на свои законотворческие темы. Как-то это хорошо пошло. А далее постепенно та же газета «Ведомости» просила у меня комментариев в основном о новых законах. Как вы понимаете, 14-й год наступил, много всего стало происходить, бешеный принтер как следует заработал. Поэтому вообще на Думу стали обращать больше внимания. Я в Государственной Думе с 99-го года. Я прекрасно помню те времена, когда первое чтение от второго вообще никто не отличал, как Уголовный кодекс от Кодекса об административных правонарушениях никто не отвечал. Дикая была публика, темная совершенно. Луч просвещения еще не коснулся ее. А потом все стали постепенно, кто по неволе, кто добровольно, приобретать грамотность правовую и законотворческую. И сайт ОЗД, потом преобразовавшийся в ОЗД, стал одним из самых популярных сайтов в русском интернете. Я прям не нарадуюсь на этот процесс. Соответственно, тема, которой я занимаюсь, стала интересовать широкие круги. Сначала журналистка и публики, а потом и общественности. Меня стали спрашивать, я стала комментировать. Это был первый такой, так сказать, порог мною, перейденный. Второй был, конечно же, случился в 17-м году, когда Алексей Алексеевич Вендиктов позвал меня на радио. Вот тут-то, пожалуй, пришла ко мне такая настоящая, жутковатая народная слава, когда с тобой здоровятся в метро. Не то, что прям весь вагон здоровятся, нет. Но тебя уже узнают. Тут мне стало становиться несколько не по себе. А я стала понимать, что вот эти вольные времена, так сказать, опять же, журнала, когда мы там все как некие мадам-рекамье раскидывались на атаманках и рассуждали о гуманитарном, они уже прошли. Просто нельзя позволять себе двусмысленных высказываний или высказывания, которые могут быть восприняты как двусмысленные. Вот это был, 17-й год был следующим этапом, вот эта самая моя программа. А статус тоже Алексея Алексеевичем придуманная. Это вот действительно платформа, с которой ты обращаешься к довольно обширному кругу слушателей. Дальше начался кумулятивный эффект всего этого. Там в Фейсбуке стало много подписчиков, Телеграм появился тоже сначала, там завели мне канал какие-то добрые люди, потом я с ними совместно стала уже сама его вести, там тоже что-то понабежал какой-то народ. И, кстати говоря, в 17-м же году. По итогам моего, каком-то крайне неудачного, оно не могло быть другим, посещения Первого канала... Чтение справедливости появится, если не будет такого ярко выраженного видимого неравенства. Муж мой сказал мне, что вообще вот YouTube, медиа будущего, и что там надо вот это вот все, значит, унизяться. И я первый раз на кухню, значит, он меня записал, я говорю, вот там-то типа все дураки говорят дурацкое, а правильно-то вот, как сейчас я вам объясню. Наш традиционный жанр, как я сходила на Первый канал, и ничего хорошего из этого не вышло. Телезрители задают себе вопрос, зачем я там сижу? Я задавала себе этот вопрос весь эфир практически. Нет, на самом деле в этом есть свое извращенное веселье, я сейчас расскажу, в чем оно заключается. И тогда начался этот самый канал на YouTube, который действительно довольно быстро, при том, что это началось позже, обогнал по числу подписчиков и Facebook, в котором я с 2010 года в той или иной степени пребываю, и тем более там Telegram, это все совершенно другие цифры, и стало понятно, что это действительно такое новое медиа, которое сравняется с телевизором, а потом и победит его. Вопрос, который меня мучает, и я не знаю на него ответы, почему, когда мы говорим о защите прав женщин на нашем государственном уровне, в российском, это всегда какая-то... Вот я это ощущаю как защиту каких-то других женщин. В том смысле, что те законы, это вся бесконечная конетель с законом о домашнем насилии, теперь закон о суррогатном материнстве, предложение о законопроекте. Все это... Такое ощущение, что это настолько далеко от реальных запросов 2021 года и женщин в 2021 году, что, честно говоря, я не понимаю, для кого это делается и почему нельзя это сделать в каком-то более человеческом случае. Что значит далеко? А что было бы недалеко? Ну, например, если бы... Вот сейчас там в Германии параллельно, потому как у нас обсуждается закон о суррогатном материнстве, обсуждается закон о квотах в крупных компаниях. Ну, хорошо, ну, например, не квоты, которые наверняка вызовут очень буйную реакцию у всех, но какая-то поддержка женщин, которые живут не ценностями какой-то патриархальной семьи, а все-таки ценностями 21 века. Хотят работать, хотят строить карьеру. Вы имеете в виду, что законодатель рассматривает женщину только как, так сказать, живущую семейной жизнью, хорошую или плохую? Ну, это какая-то мать, причем она теперь еще и должна быть не меньше года в браке, и должно быть не больше 55 лет. Ну, в общем, это какая-то женщина... Да, их много, это действительно большая, я думаю, часть населения, но ведь можно делать какие-то шаги навстречу какому-то прогрессивному обществу в этой очень безопасной части работы. Я не хочу, чтобы меня в Госдуме, извините, пожалуйста, представляли женщины, которые говорят, вот, значит, только ценности семьи и вот этих всех скрепах. Ну, вы знаете, вас в Госдуме никто не представляет, я должна вас расстроить. И пока что-то не видно, чтобы эта ситуация изменилась. Поэтому, когда вы говорите, почему бы не делать прогрессивные шаги, а почему бы не делать прогрессивные шаги в избирательном законодательстве? А почему бы не сделать прогрессивные шаги в законодательстве о местном самоуправлении? А почему бы не сделать прогрессивный шаг в законодательстве о массовых мероприятиях, например? Но это все опасно, а женщины безопасны. Понятно, но нет. Это совсем не безопасно. Это те темы, которые людей волнуют, довольно здорово. Это те темы, по которым научилась, так сказать, организованно себя проявлять вот это консервативное меньшинство, конечно. Вот консервативное меньшинство организовано, имеет поддержку в руководстве православной церкви и, соответственно, в силовых структурах, в высших администрациях. И оно влияет на законодательство очень таким серьезным образом. Я еще довольно много лет назад, гуляя по Думе, обратила внимание, что стало часто очень встречать там людей в разных рясах суток. Вот прям много их стало. И тогда, правда, РПЦ, так сказать, острие своей лоббистской эффективности направляло на налоговые льготы и получение бесплатной недвижимости. Но потом они стали забираться и вот в это самое, так сказать, биополитическое законодательство, в законодательство о телесном. И государство стало подбираться туда, скажем так, поближе. При этом, как обычно, в рамках нашей всепроникающей гибридности такие вот базовые, так сказать, столпы советской и постсоветской семейной жизни, как аборт и развод, никто не трогает. Первый успех был в 13-м году – это криминализация ЛГБТ. Как это? Формирование ошибочных представлений о социальной равноценности разных видов отношений. Понимаете, вот эта вот социальная неравноценность – это, конечно, хорошее было выражение, запоминающееся. Это было, так сказать, первый шаг. И далее пошел вот этот консервативный тренд, который пока выражает себя скорее декларативно в новой конституции. Вторая, так сказать, волна поправок о мужчинах-женщинах, союзе, освященном Богом и русском народе как государствообразующем. Вот этот пакет, который туда был, опять же, на этапе второго чтения в Думе, был туда засунут. Это же лобби держит оборону против закона о домашнем насилии и успешно. Им помогли обстоятельства, потому что Совет Федерации должен был вносить этот законопроект в начале 20-го года. Об этом говорил Валентина Матвиенко. Она вспоминает время от времени. Она наш большой союзник в этом вопросе. Но в 20-м году сначала случилась конституция, потом случилась пандемия. И стало, как это обычно бывает, всем не до того. Зато, например, до того, чтобы, скажем, избирательное законодательство менять в течение недели. Это нормально. Закон о домашнем насилии застрял. Хотя он появится. Но он теперь появится уже, видимо, в следующем созыве. Кстати, многое будет зависеть от того, каков будет состав этого следующего созыва. Будет ли там, скажем так, не одна Оксана Пушкина, а хоть сколько-то людей, которые смогут хотя бы публично заявить о том, что они берутся за это дело. Эти темы везде являются, как нынче принято выражаться, токсичными. Они вызывают сильные страсти. И это понятно. Своя рубашка ближе к телу, а это ближе, чем рубашка. Это уже есть само тело. Люди на эту тему волнуются, беспокоятся и правильно делают. Действительно, это то, что может коснуться каждого, как не касается их, как им кажется, неизбирательное законодательство, не законодательство митинга. Тут они ошибаются, но впечатление именно такое. Вы знаете, что во всем мире дискуссии об ограничении абортов сразу вызывают большой... Ну, в Польше в итоге... Совершенно верно. Вот в Польше консерваторы у власти, выборы выигрывают, наталкиваются на публичное противодействие, отползают. В общем, борьба. Опять же, все довольны, все предели. И даже все более-менее не насильственно, как это все, как мы любим, а исключительно политическим инструментарием. Нынешнее наше положение состоит в том, что машина принятия решений отчетливо демонстрирует, что ее союзниками являются консервативные круги. Это настолько хорошо гармонирует со всей остальной охранительной повесткой, что было бы странно, если бы этого не было. Разве, например, ускорение процесса по закону о домашнем насилии или, например, какой-то адекватный законопроект о суррогатном материнстве, или, я не знаю, законопроект о помощи матерям одиночками с детьми и с особенностями развития, ну, что-то в этом духе, разве это не добавило бы нынешней власти дополнительный, не знаю, электорат, какого-то одобрения? Потому что все, что сейчас происходит, мне кажется, наоборот. Даже тех, кто равнодушен к повестке завтрашнего митинга, я знаю людей, которые говорят, вот если аборты запретят или если мне запретят суррогатное материнство, я выйду. Вот я за оппозиционных политиков не выйду, а вот за себя, как за женщину и мои права, я выйду. Тогда почему не пойти навстречу в таких, в общем, довольно невинных вещах? Потому что, когда я сказала о, так сказать, гармоничной охранительной повестке, то я имела в виду именно это. Их электораты – это не они. И, в общем, в добром мнении этих людей они не очень нуждаются. Им важнее, чтобы, так сказать, пожилые мужчины в руководстве силовых структур ощущали, что им не что-то не угрожает. Вот это вот гораздо актуальнее с точки зрения удержания власти. Надо сказать, это вполне рациональная стратегия на коротких отрезках. Ну, то есть аудитория этого не люди? Не люди. Ну, в смысле, они тоже люди. Люди, которые принимают решения. Другие люди. Другие люди. Да, совершенно верно. Это другие, так сказать, другие круги имеются в виду. И они должны постоянно ощущать поддержку. И они должны одновременно ощущать угрозу. Потому что кругом же собрались страшные кровожадные феминистки. И чуть что, они набросятся и загрызут. Но есть кто-то, кто стоит на страже вашей безопасности. Вы стоите на страже его безопасности, а у нас стража вашей безопасности. Поэтому ни одна, так сказать, нехорошая мышь не проползет. Я, кстати, недавно получила ответ на свой собственный вопрос, который долго меня занимал. Почему люди, у которых гомофобия, у них же и мезогиния? Почему те, кто как-то волнуется страшно по поводу ЛГБТ, они же не менее ужасно волнуются по поводу женщин? Я прочитала одно консервативное рассуждение, в котором это было очень логично выстроено. Рассуждение было следующее. Вот смотрите, началось все с того, что дали женщинам избирательные права. Казалось бы, что плохого? А вот после этого-то и пошло-поехало. Значит, они стали голосовать, стали работать, требуют для себя, значит, всяких прав, требуют для себя защиты. Таким образом, государство пришло в семью и стало там, так сказать, репрессивно все регулировать. А следующий шаг – это права ЛГБТ. Вот они теперь тоже для себя, значит, что-то хотят. И если они еще и это получат, то тут уж совсем нам, так сказать, представителям великой нормы, жизни никакой не будет. То есть женщины и ЛГБТ объединяются в воображении людей, мыслящих таким образом, как некие группы слабые, которые требуют прав для себя, а если они их получат, то тут им палец дай, они, значит, руку ту и откусят. Нельзя начинать, да, нельзя, значит, повода давать. Ну, это, еще раз повторю, вполне внутренне цельное и логичное рассуждение. Можно только опечалить его, так сказать, авторов тем, что, ну, уже поздно на эту тему беспокоиться. Процесс апроприации прав начался не вчера, закончится не завтра. Остановить его нельзя, откатить назад его тоже нельзя. Нельзя уже никого лишить избирательных прав. Точно так же те группы, которые сейчас прав лишены, будут их требовать и, на самом деле, будут их получать. При этом на уровне не политическом и бизнесовом ну, может быть, у меня, конечно, искаженная, у меня неискаженная оптика, потому что я в этом живу постоянно, но... Наоборот, у вас как раз есть основания об этом судить? Возможно. Ну, из того, что я вижу, я вижу, что женщины в бизнесе на разных уровнях очень кооперируются. Создаются бесконечные вот эти клубы, сообщества, и это действительно становится какой-то очень важной повесткой. Причем это становится важной повесткой на уровне крупных компаний. И тут у меня точно есть доказательства, потому что мы делали в прошлом году первый в России рейтинг самых гендерно равноправных компаний. И уровень познания о том, как это должно быть, должно быть на самом деле, конечно, очень пока смешной. Но я верю в вас, вы вырастете. Но уровень желания приобщиться к этому невероятному корпоративному феминизму, он очень высокий у российских компаний. Причем не у российских компаний международных, которые представлены здесь в каких-то офисах, а вот наши промышленные компании. Я не буду сейчас называть, но... Но, может, они прослышали, что предприятия, в которых действительно больше гендерного разнообразия в советах директоров, они эффективнее? Они эффективнее, они могут выходить на международный рынок. Без этого ты больше не можешь выйти на международный рынок. Это, скажем так, позитивная дискриминация. А вот есть данные о том, что они просто прибыли больше получают. Да. Управленческие решения становятся эффективнее. Как вы считаете, могут ли женщины в бизнесе, которые действительно как-то кооперируются и пытаются заявить о себе как о равноправных участниках этой экономики? Деньги – это важно. Это тоже одна из двигающих сил. Насколько это может поменять ситуацию на социальном, на политическом уровне? Насколько это вообще важная, движущая сила? Понимаете, вы действительно живете в этой среде, а я смотрю на это с другой стороны, со стороны политической системы. Поэтому я вам должна сказать, что пока среди принимающих политические решения не будет, так сказать, разрушена вот эта монополия All Boys Club, этого бесконечного клуба старых мальчиков, то сколько бы ни было женщин в бизнесе, это не, скажем так, это не повлияет на нормы, в первую очередь на законодательные нормы. Законодательство не изменится, пока не изменятся законодатели и те, кто ими управляет. Со своей стороны я понимаю, что бизнес-лидеры, как это называется, влияют на огромное количество людей, на своих сотрудников, на своих клиентов, на своих коллег и партнеров. И если нормы там начинают меняться, то это меняет представление о социальной норме в целом. Поэтому, конечно же, это важно. Бизнес не будет соблюдать нормативы, если ему это невыгодно. Поэтому действительно, видимо, вот это соотношение диверсификации и эффективности справедливо. Дело не в том, что женщины-руководители лучше по каким-то параметрам мужчины-руководителей. Дело в том, что разнообразие лучше монополии. Это уже, по-моему, достаточно всем должно стать очевидно. Если у вас одинаковые люди заседают в вашем совете директоров, им друг с другом будет хорошо, потому что у них, так сказать, разногласия между ними будут носить ничтожный характер. Они все будут видеть одно и то же. У них общий бэкграунд, общее воспитание, общий жизненный опыт. Поэтому они, в общем, друг с другом согласны. Им будет, опять же, очень-очень комфортно. Но они будут принимать один тип решения. Вы будете за, так сказать, по стоимости 15 человек, на самом деле, иметь одну голову. Только вы будете платить за нее 15 раз больше. То же самое касается и принятия политических решений. Собственно, в этом смысл парламентаризма. В том, чтобы представлены были максимально разнообразные группы. Если у вас в парламенте сидят все одни и те же люди, то вы, опять же, просто зря тратите на него деньги и политические ресурсы. Вы оттуда не получите ничего. Потому что то, что они знают, вы и так уже знаете. И все, что они знают, они вам уже сказали. В парламенте должны быть группы разные. Тогда они будут говорить все разное, бурно спорить между собой, ругаться, даже подеруться иногда. Это очень, на самом деле, хороший признак, если в парламенте происходят бурные дискуссии. Плохо это не когда депутаты там кричат друг на друга. Плохо, когда депутаты поют хором, а дерутся избиратели под окнами парламента. Вот это нехорошо. Поэтому разнообразие лучше единообразия. Оно просто приводит к повышению качества принимаемых решений. Вы сказали про позитивную дискриминацию. И это действительно очень такая важная тема, потому что все спорят, нужны квоты или не нужны. Сколько нужно ли насильно засовывать людей, не только женщин, кстати. Это касается вообще совершенно всего того, что мы называем diversity. То, что вы сказали про важность, наличие совершенно разных полярных иногда мнений при принятии решений, в таком случае, может быть, квоты – это и хорошо, если мы сейчас пока не готовы разнообразить пул принимающих решений. Мы не готовы, в смысле, так сказать, общество не готово, то давайте нам это сверху навяжут? Да. Для этого надо, чтобы у вас было государство-модернизатор, а не государство-охранитель. Иначе вам сверху навязывают те нормы, которые являются более архаичными по сравнению с тем, на что общество готово. У нас эта сказка про то, что правительство единственный европеец довольно долго, так сказать, играло, но я думаю, что вот сейчас она доживает уже свои последние дни. Если уже не дожила, уже все увидели, что государство, опять же, может быть, вы это, наоборот, поддерживаете или вам это не нравится, но всем понятно, что государство выполняет консервирующую, охранительную, оборонительную функцию, что оно не везет вперед, оно не является модернизирующей силой, оно не агент прогресса, общество агент прогресса. Что касается квот, она же позитивная дискриминация, она же affirmative action. Практика этих квот в мире довольно разнообразна и уже накоплен достаточно многолетний опыт ее применения. Какие они бывают? Бывают квоты, вписанные в избирательное законодательство, то есть в списке партии, которые выставляются на выборы, не может быть больше определенного процента одной там чего, пола, расы, чего-нибудь. Бывают этнические квоты, вполне бывают. Слушайте, у нас таким образом в Дагестане организован парламент, и ничего, никто не поражается. Этнические квоты, все отлично. Это один тип, так сказать, вписанных в законодательство. Другой тип квот, это квоты на представительство в органах управления, в компаниях. То есть, например, тут тоже есть, так сказать, две развилочки, но они могут присутствовать и обе. Либо государство говорит, в тех компаниях, где я участник, или где я владелец, у меня будут вот такие нормы, представительства. Либо законодатель говорит, что вот вы частная компания, но тем не менее, мы предписываем вам формировать свой совет директоров определенным образом. У постсоветского человека есть некоторые темные воспоминания о квотном представительстве, потому что он помнит Верховные Советы, в которых должны были быть там доярки-кухарки и хлопкоробы, и металлурги. Все эти люди должны были быть представлены. Это не имело никакого отношения ни к какой политической репрезентативности, ни к какому парламентаризму. Но Верховный Совет это не парламент. Это, точнее говоря, Верховный Совет это парламент, а вот съезд это не парламент, это другая форма репрезентативности. В парламентах, если даже у вас присутствуют квоты на списки, это вам не гарантирует наличие такой же пропорции в парламенте. Тут все-таки решает избиратель. Вы можете свой список сформировать как угодно, но если за вас не проголосуют, то никто, ни квотированный, ни квотированный, от вас в парламент не попадет. Это первое. Второе. Что касается предписывания бизнесу определенных правил. С одной стороны, это выглядит некоторым действительно государственным вмешательством в то, что должно быть свободной волей экономических агентов. То же самое касается, конечно, и предписывания партиям. Вести себя определенным образом. Я не имею, так сказать, оценочного суждения по этому поводу. Я вижу, что довольно многие страны применяют такого рода нормы. Но я думаю, что государство вполне могло бы сказать, что в компаниях с его участием будет разнообразие в управленческих органах и вообще на верхних этажах администрирования, потому что в России у нас, вот я сказала в самом начале, много женщин-начальников, но чем выше мы поднимаемся, тем меньше мы их видим. То есть действительно, их будет очень много в сфере образования и здравоохранения, но их будет не так много, например, среди директоров вузов. Их будет не так много среди главврачей больниц. Ну и далее на, так сказать, политической лестнице тоже чем выше мы забираемся, тем меньше мы их видим, хотя тут нам с гордостью говорят, а вот председатель Совета Федерации, а вот глава Центробанка, а вот кабинете министров, вот они, значит, как-то существуют. Но в руководстве крупных компаний их вот прям как-то вообще, вообще совсем нет и не видно. Когда мой прекрасный приятель Володя Гуриев написал тот знаменитый пост о том, что Екатерина Шумина в президенты, и все такие, ну правда? Ну это же очевидно, Екатерина Шумина в президенты. Но при этом вы всегда с одной стороны довольно жестко высказываете четко свою позицию, а с другой стороны вы всегда очень научный, то есть вы не популист. Я не публичный политик, я не политический актор. Мне кажется, важным эту границу проводить. Я все-таки политолог, я кандидат политических наук, это основа моей самоидентификации, я преподаватель. Я надеюсь, когда-нибудь я, так сказать, меньше буду хлопать крыльями по эфирам, все-таки я сделаюсь доктором, потому что это естественный. Следующий шаг. Вот я вам задавала вопрос про представленность, ну условно меня, в политике. Кто, как не вы, может быть представителем совершенно какого-то адекватных женщин, простите, партии адекватных женщин? Слушайте, а другие женщины считают адекватными совершенно других. Вы не хотите, вы не думали о том, что следующим шагом для вас может быть представительство какого-то сочувствующего вашим идеям класса? Смотрите, конечно, в политической системе здорового человека люди с таким, ну просто с такой трудовой биографией, как у меня, они, в общем, где-то в парламенте находятся, не обязательно в качестве депутатов, потому что все-таки это, ну как бы, нужно пройти избирательную кампанию, да, это очень своеобразный вид деятельности, я совершенно не уверена, что я на такое готова, даже если представить себе, что мы находимся в политической системе здорового человека, а не в политической системе курильщика. Но, конечно же, законотворчество, это мой, Терновый куст, мой дом родной. Я работала в этой сфере с юных лет, я об этом написала диссертацию, об этом моя первая книга, я преподаю законотворческий процесс. Я вот, я вся про это, как говорят, нынче молодежь. Поэтому, да, действительно, было бы естественно, если бы я там где-то находилась бы. Мы находимся не в естественной ситуации, у нас закономерные причины следственной связи не работают, в парламент попадают люди, которых не хотят туда попадать, не понимают, что это такое, которым там вообще не место, которых никто не выбирал, что самое-то обидное, понимаете. Я не говорю, что я обязательно должна быть депутатом, потому что я такая очаровательная, и стоит мне вот прям выйти к людям, тут-то они меня на руках внесут. Дело не в этом. Но есть некие профессиональные одни люди обладают, потому что им это интересно, а другие люди обладают другими профессиональными компетенциями прыгать с шестом, например. Смешивать два эти ремесла, в общем, не стоило бы. Понимаете, я думаю, что если бы у нас хотя бы там на четверть была менее странная, странно устроенная политическая система, то я была бы на госслужбе просто. Я там была, счастливые годы своей молодости, и мне это нравилось, и вполне возможно, что не было бы у меня никакой публичной персоны из меня бы не было, а я была бы там, вполне из меня, так сказать, был бы адекватный чиновник. Так что, видите, у этой самой неестественности есть, может быть, своя светлая сторона, не было бы никаких эфиров. Мы ждем, когда система дорастет до того, чтобы были ее части. Не дорастет, а доэволюционирует, тогда и поговорим. Может быть, я бы там как-то засохла на этой его службе, принося пользу к государству таким образом, а тут, вот видите, зато программы веду эфир, занимаюсь просвещением. Я когда смотрела ваше интервью с Пинкером, который, собственно, говорит о том, что феминизация это один из его этих ангелов, да. пунктов по уменьшению уровня насилия вообще в обществе. Мне показалось, что вы к этому так довольно иронично относитесь. Мне показалось, что вот эта идея про то, что это сверхгиперзабота может стать таким же кошмаром для нас, как и, я не знаю, решение, принятое в банике силовиками. Почему вы к этому так относитесь? Мне кажется, нет, мне кажется, дело не в иронии. Я не хотела тут выражать какой-то скептицизм, по этому поводу. То, о чем говорит Пинкер, это объективный процесс, феминизация происходит, феминизация это не превращение всех в женщин, это усиление женского присутствия, соответственно, скажем так, расширение женского участия в принятии решений. Опять же, я слышу часто, что когда люди видят это термо снижение насилия, они его понимают своеобразно. Во-первых, они слышат исчезновение, а во-вторых, под насилием они понимают немедленно все то, что им не нравится. Поэтому, мне кажется, было бы лучше для, так сказать, понятности. Для лучшей усвояемости нашего учебного материала говорить не о снижении, а о трансформации. При этом, давайте еще раз скажем, что все же между физическим насилием и всеми остальными видами пролегает водораздел. И замазывать его или не видеть его, значит, вообще ничего не понимать о том, что происходит. Как уже многократно было сказано, пока вас не убили, у вас есть варианты, у вас есть множество опций, разные сценарии вашего действия. А если вас уже убили, у вас уже опций нет. Поэтому государство аккумулирует и монополизирует те виды насилия, которые касаются вашего физического тела. Оно приходит к вам. Опять же, там, соцсеть выгоняет вас от себя, а государство приходит к вам домой. Поэтому, если вас не, так сказать, физически не убивают, не бьют, не запирают, то это уже другая история о насилии. Когда я говорила о специфическом типе, скажем так, вот этого нового женского типа властвования, женского не в смысле осуществляемого женщинами, а в смысле вот этого железной няни, да, ограничения свободы ради безопасности, ради заботы. Вот мы сейчас, прямо сейчас все расстраиваемся от того, что несовершеннолетних объявляют каким-то совершенно пластичным материалом в руках неведомых кукловодов и лишают их права и вообще возможности самостоятельного решения, но то же самое во имя великой безопасности может происходить и с совершеннолетними людьми. Они тоже, становясь и соглашаясь стать, и даже желая стать объектом заботы, платят за это потерей, надеемся, частичной субъектности. Они могут быть, так сказать, на них налетает неведомый вирус. Они такие глупые, что они не могут сами себя от него защитить, поэтому мы предпишем им законодательно, что им надо делать, чего им делать нельзя. А их сознание манипулирует, поэтому мы оградим их от этих манипуляций, убрав нехороший контент. Опять же, это обычно начинается с детей, потому что никто не хочет, чтобы их детиночки внушали наркопотребление или суицидальное поведение. Понятно, мы тоже не хотим. Потом это начинает расползаться. Это женский тип угнетения. Опять же, женский не потому, что там как-то в авангарде этого женщины, не потому, что женщины это придумали, а потому что это вот эта заботливость специфическая, которая довольно быстро начинает там поворачивать своей зловещей стороной. Опять же, мужской тип угнетения состоит в массовых убийствах, а также в массовых убийствах внутри стран и в массовых убийствах армиями друг друга. Это то, чем занимались мужчины на протяжении долгих веков. Это мужской тип властвования. Те женщины, которые в это время занимают позицию власти, занимались тем же самым. Есть прекрасная статистика по поводу того, что женские монархи совершенно не меньше вели войн, чем мужские монархи, и уже в постмонархическую эпоху действительно вот те женщины главы государств, о которых шла речь, и там в Великобритании, в Израиле, в Филиппинах, и в других странах, наоборот, имели некоторую склонность быть чуть более конфликтными, потому что им в этом мужском клубе надо было доказывать, что они не хуже. И тут есть своя опасность, как один наш коллега-политолог американский писал, вот представьте себе, становится президентом Соединенных Штатов женщина. Наступает у нее конфликт с Россией. Она говорит там, не надо вашим кораблям плавать в какой-нибудь там зоне, а Россия говорит, нет, буду плавать. И тут президент США женщина понимает, что с той стороны ее не считают достаточно серьезным оппонентом и думают, что она моргнет первой. Ей приходится доказывать. Ей приходится, да. Бить первой. Это называется знаменитая, собственно, гопсовая дилемма, гопсовая ловушка, спираль насилия. Я ударю первым, потому что я точно знаю, что он собирался меня первым ударить, и так до бесконечности. Превентивное насилие, которое, естественно, вызывает ответную реакцию. Применившее превентивное насилие говорит, о, как я был прав-то. Он же действительно, оказывается, злоумышлял против меня плохое. Вот я ему, значит, по морде дал, а он, видишь, в ответ дал. У него были замыслы, я точно теперь знаю. И дальше это продолжается до бесконечности. А вот это, этот момент есть. Он лечится, в общем, тем же, чем лечится гопсовая дилемма. Какой выход из спирали насилия кооперация, договоренности, которая становится выгоднее, чем противостояние. Какое решение законотворческое, если бы у вас была возможность, в отношении женщин вы бы приняли первым? Что бы вы сделали сейчас? Именно в отношении женщин? Да. Ну, или семи семьи, женщин, всей вот этой нашей чуть-чуть гендерной темы. Вы знаете, давайте так, у нас есть одна, ну, это не очень правильный подход, какое одно решение. Первое. Первое. Слушайте, судебная реформа, реформа уголовного законодательства, ну, нельзя мимо этого пройти. Это касается женщин, не женщин, всех на свете, небинарных персон. Это всех касается. Вот самое первое, с чего можно начать, даже еще до судебной реформы, это, значит, принятие законодательства, гарантирующие права родителей несовершеннолетних детей в случае уголовного преследования с ограничением права на обыск, если там есть дети, и, значит, предварительного заключения, если есть дети. И следующий шаг – это запрет на предварительное заключение по обвинению в преступлениях, не связанных с насилием над личностью. Никакого СИЗО по ненасильственным преступлениям. Это не превратит нашу жизнь в рай, но это вот первый шаг, который, так сказать, является частью известной федеральной целевой программы по снижению уровня льдаеца в России. Вот уровень льдаеца в России снижается по естественным причинам, его надо снижать более активно. Это было бы к этому первым шагом. Он поможет и не женщинам тоже, но и женщинам. В насилищных преступлениях их обвиняют намного реже. Екатерина, спасибо вам большое, это было очень интересно. Спасибо за приглашение и за увлекательные вопросы, на них было интересно отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok